Всем привет! Сегодня я хочу сделать небольшой обзор бытового пылесоса KERHER WD-3 P-PREMIUM. Маркировка WD в данном агрегате означает, что он подходит как для влажной, так и для сухой уборки. Мощность данного пылесоса 1000 Вт. Объем бака, выполненного из нержавеющей стали, равен 17 литрам. Теперь давайте пройдемся по комплектации. Начнем, наверное, со шланга. Шланг достаточно прочный. Я видел, как его завязывают в узел. Проверим. Вряд ли, конечно, вы так будете делать, но вроде как он не трескается. Длина шланга равна 1 метру 80 сантиметров. Из своего небольшого опыта хочу сказать, что такой длины не всегда бывает достаточно. Но румыны здесь пошли по стопам компании Apple. И в официальном магазине вы можете купить абсолютно любой переходник, удлинить этот шланг еще одним длиной 2 метра. Он будет на таком же быстросъемном соединении, защелкивающемся. Не сказал бы, что все это будет дешево, но такая возможность имеется. Далее, две пластиковые трубки длиной по 50 сантиметров каждая. Выполнены из достаточно прочного пластика. Вставляются они без всякой резьбы, друг в друга, держатся достаточно плотно. Далее щетка. На щетку крепится съемная насадка. Отщелкивается она с этой стороны. На одной стороне щетки находится пластиковый ворс. На второй стороне силиконовая полоска. Она предназначена в основном для сбора воды. Защелкивается она в обратной последовательности. Также имеются два пластиковых колесика, которые, кстати, не очень-то подходят для катания по бетону. У меня они уже достаточно неплохо так стираются. Мы посмотрим, что будет дальше с ними. Ну и опять же, когда эти колесики совсем выйдут из строя, данную насадку можно докупить отдельно. Также у нас имеется насадка для труднодоступных мест. Наверное, это в основном в машине используется. Честно говоря, даже ни разу еще не использовал я. И также еще одна резиновая универсальная насадка для использования, например, как у меня, для шлейф-машинки. Она надевается здесь. И либо вы вставляете сразу в шланг, либо снимаете этот угол и вставляете сразу сюда. Далее перейдем к самому пылесосу. На нем имеется провод питания длиной 4 метра. На самом корпусе имеется крюк, на который он, собственно, и вешается. На передней части пылесоса у нас имеется вход шланга. Чуть выше у нас находится кнопка включения. Она имеет две позиции. Первая вниз – это позиция принудительного включения пылесоса. И вторая позиция – это включение пылесоса по включению прибора через розетку. Очень плохо объяснил, да? Давайте, наверное, покажу. Подключаем пылесос в розетку. И, например, берем шлейф-машинку и подключаем ее в пылесос. Включив вторую позицию на пылесосе, теперь мы включаем шлейф-машинку и наблюдаем, как включается пылесос. Выключаем. И ровно через три секунды у нас выключается за этим пылесос. Три секунды нужно для того, чтобы успеть собрать пыль внутри шланга. Сзади пылесоса у нас имеется отверстие под шланг, которое предназначено для выдава воздуха. Продемонстрируем. Надеюсь, было понятно. Теперь перейдем внутрь пылесоса. Отстегнув по бокам две клипсы, с легкостью поднимаем его. В верхней части пылесоса, а именно где находится двигатель, внутри мы можем наблюдать бумажный цилиндрический фильтр. Снимается он вот таким образом. Данный фильтр предназначен для сухой уборки. Под этим фильтром мы можем наблюдать поплавок. Поплавок здесь неспроста. Он предназначен для влажной уборки. Соответственно, по мере заполнения бака водой поплавок будет подниматься, и в самый последний момент он перекроет всасывание воздуха. Далее, что имеется в самом баке пылесоса. Внутри мы можем наблюдать одноразовый бумажный мешок. Почему-то компания Керхер позиционирует его именно как одноразовый мешок. Но хочу сказать, что, во-первых, данные мешки стоят не так уж и дешево. Во-вторых, умельцы в ютубе подсказали мне, что его можно использовать многократно. А именно, мы можем сделать разрез в одной из частей этого пакета. И через данное отверстие мы можем с легкостью извлечь весь мусор наружу. По извлечению мусора мы просто подворачиваем данный край. И малярным скотчем заклеиваем его. Также можно использовать обычные канцелярские зажимы. И вуаля, из одноразового мешка для мусора мы сделали, ну, может быть, не многоразовый, но хотя бы несколько разовый. В нижней части бака имеется несколько отверстий-креплений для установки трубок, насадок и щетки. Теперь посмотрим, как же он справляется со своей прямой обязанностью, а именно со сбором опилок. Также посмотрим, как он справляется с более тяжелым мусором, а именно пылью от кирпича, от блоков, ну и с самими кирпичиками. Для удобства сниму щетку и посмотрим. Как видите, в конце была небольшая заминка, видимо, в шланге застряли большие камешки, а он даже там еще остался. Ну-ка, интересно. Ого! Так, попробуем еще раз. Есть! Есть! Да, со второй попытки он все-таки справился. Небольшой момент. Наличие бумажного пакета для сбора пыли здесь, в принципе, не обязательно. Он может работать и без него. Он здесь служит для того, чтобы сам бумажный фильтр, во-первых, служил куда дольше, и так быстро не забивался. Он даже при этой работе, можно заметить, что внутри он забит пылью. Соответственно, для наилучшей работы через какой-то период времени этот фильтр достаточно, во-первых, продуть. Это можно сделать с помощью выдува на самом пылесосе, переставив шланг в это отверстие. Либо же использовать обычный компрессор, если он у вас имеется. Также для наилучшей работы данный фильтр нужно периодически промывать и просушивать. Данный фильтр продается, если не ошибаюсь, около тысячи рублей за штуку. Но один умелец мне подсказал, что данный фильтр очень хорошо заменяется фильтром воздушным от УАЗика. Я данный лайфхак не проверял, но, в принципе, такое ощущение, что да, это возможно. Итак, раз уж мы сняли бумажный фильтр, также мы извлечем бумажный мешок для сбора пыли. И теперь мы можем продемонстрировать то, как работает влажная уборка. То бишь, мы сейчас попробуем запылесосить воду. Давайте прольем немного жидкости на стол. Включаем. Давайте, в принципе, посмотрим тягу, сможет ли он тянуть прям целиком жидкость. Включаем. Вау! Ну, справился. Чего я, в принципе, ожидал. Выльем данное содержимое. Также пылесос я использую при шлифовании данной шлифмашинкой. Но при таком шлифовании есть небольшой минус. Это достаточно высокий уровень шума при использовании пылесоса. Скорее всего, это происходит из-за завихрения воздуха. Такой шум появляется. Так что при выборе пылесоса, возможно, стоит задуматься о том, что лучше поискать пылесос с регулировкой мощности всасывания. А в остальном, в принципе, данный пылесос меня полностью устраивает. Рекомендую. Если вы сейчас собираетесь покупать пылесос, надеюсь, данного ролика будет достаточно, чтобы оценить возможности этого аппарата. Ну, а на этом все. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока! Прям как моя бывшая. Прямо. Прямо. Продолжение следует...